2018 год отмечен большим количеством изменений в правилах дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. С какими нововведениями уже успели столкнуться белореченские автомобилисты, расскажем в нашей рубрике «Дорога. Территория закона». В жизни автомобилистов почти каждый месяц происходят изменения. Одним из последних нововведений на дорогах стало ограничение на передвижение автомобилей с так называемым грязным выхлопом. Согласно новой редакции правил дорожного движения, автомобили с двигателями классов Евро-0, Евро-1 и Евро-2, например, «Лада Самара» и «Жигули», являются наиболее вредными для окружающей среды. Поэтому вскоре на дорогах появятся новые ограничительные знаки. Ещё одним из наиболее заметных недавних событий в автомобильной жизни стала корректировка действий водителей в случае ДТП беспострадавших. Лимит страховых выплат по европротоколу увеличился в два раза – с 50 до 100 тысяч рублей. В случае ДТП с двумя участниками, в котором нет пострадавших, водители могут сами составить протокол без привлечения сотрудников госавтоинспекции. Мы решили выяснить у белореченских автолюбителей, с какими нововведениями они уже успели столкнуться. Самому ещё не приходилось сталкиваться, но на этих нововведениях-то я знаком. Пока ещё не успел. Нововведение – это то, что газ, бензин дорожает. Вот это самое главное. Техосмотр, да, что обязательно нужно иметь карту. Оно у меня есть. Порядок на круг. Повысили штрафы определённые. Что можно по видеофиксации, это там до какой-то суммы, я вот точно не помню. Мы фиксируем, не вызываем ГАИ, сами потом своим страховщикам отдаём эти материалы, и они уже между собой разбираются. Я юридически ещё не читал этих дел, если честно будем говорить, и многие не знают. В Краснодаре, в общем-то, сталкивался, ну, вижу, что внимание повышенное, и всё, пока только так. Я знаю, что по европротоколу можно 100 тысяч получить. Большинство водителей малоинформированы о новых правилах, по которым они теперь должны передвигаться, а также пользоваться своими автомобилями. В будущем эта неосведомлённость может создать определённые проблемы. Екатерина Лукьянова, Сергей Чернецов. События и люди. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова